И вернемся к новостям в нашей стране. В Западной Казахстанской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Напомним, перебои с электричеством начались вчера, когда выпал первый снег. Изношенные электросети не выдержали и осадков, и как следствие возникли аварии. Отрезанными от света оказались порядка 7 тысяч абонентов в Уральске и шести районах области. Сейчас без электричества остаются 525 домов областного центра и более трех тысяч в районах. Затруднено и автомобильное сообщение. Подробности в материале корреспондентов нового времени. Аварии возникли не только на дорогах, но и на электролиниях. Без электричества остались тысячи домов. Света нет – это большая проблема. Газовый котел работает от электричества. Соответственно, без отопления сутками сидим, если аварии возникают. Дома дети, старики. Снег выпал, вот и все решили переобуться. Много я уже как бы стою с 8 утра. Света нет, да, отключают по городу частично. Минус в том, что плохо работают наши электрики. Энергетическая компания, которая должна ремонтировать и устранять это вовремя. В электросетевой компании спешат заверить все силы и средства уже мобилизованы для скорейшего восстановления электроснабжения. Над устранением аварии продолжают работать 8 ремонтных бригад и 2 аварийные. В связи с обильным снегом, мокрый снег, отключений очень много. Поселок Живаево, значит, район Мункиулы, там многоэтажные дома. И еще большой район – это у нас дача, район телецентра. Вчера все наши службы, это и служба воздушных линий, и служба подстанции, все работали. В целом же проблему с частым отключением света специалисты объясняют высокой степенью изношенности электрических сетей и подстанции. Из более 20 километров сетей, находящихся на обслуживании электросетевой компании, изношено свыше 80%. Как следствие, при любой непогоде, в данном случае осадков в виде снега, провода замыкают и обрываются, повреждаются изоляторы, падают опоры. Эксперты отмечают, что полностью устранить проблему может только полная реконструкция сетей. Ежегодно в рамках инвестиционной программы для ремонта сетей электрических предусматривается 300 миллионов. В прошлом году, в этом году уже мы этот порог пригласили, подняли до 700 миллионов. Текущий ремонт провели более 2500 километров. Как вы знаете, это нам проблема не решит. Это у нас частичные участки замены. А для полностью снижения аварийных отключений нам необходим полностью реконструкция именно. На реконструкцию электросетей, согласно социально-экономическому плану развития области, на 2023-2025 годы предусмотрено около 20 миллиардов тенге. Из них 8 миллиардов направят на городские сети, отремонтируют свыше 2000 километров электросетей. Таким образом, процент износа снизит до 62%. Управление энергетики и ЖКХ области уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Алия Магомбетова, Роза Мажитова. Новое время.